Всем привет! С вами СОП и мы продолжаем исследовать зону NLC. Как я уже показывал в предыдущей серии, обновили мы модельный ряд. И по состоянию на текущий момент уже каждый из стволов обзавелся своей иконкой, своим описанием. То есть эта работа завершена. Все, что нам осталось сделать, это на удачу взять один ствол в руки, походить с ним, пострелять, посмотреть, как это все дело работает на практике. Что касается Темной долины, конечно же с военными я там побегал, попрыгал, повоевал. Все благополучно закончилось и через кишку я двинул в деревеньку, собственно, где мы и находимся. Отдал огнемет Сидору заряжать и пока он это делает, мы тут позащищаем деревню от таких парней. Вот, времени у нас предостаточно. И ссоточку пырвальчика. Да, кишки скоро в узел завяжутся от местной шаратки. Вогонь! Пацаны! Все по местам. Ждем противника и не зеваем. Все по местам. Возьмите себя от нас. Проект у нас. Вылечет техно. Долго запомнили. Да, бабы, это вообще... Красава! Выкинуздок! Советую вывешку! Продолжение следует... 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 Наверно можно будет и артефакты использовать. Все же попроще будет. Так, а тут еще попробуй ты подберись. Живучий гад. Я явно в него попал. Ну да ладно. В этот раз как-то повезло, потому что кинула и сильно по башке не дала. Может быть, знаете в чем дело? Может быть дело... Вот в этом. Может быть дело вот в этом. Ну да ладно. Так, не так. Пошли. На самом деле, видите, да? Дождь идет. Может выключим его? Ну его нафиг. Ах ты ж, зараза. Соскользнул, да? Со скалы и тут же получил хит от... От этой твари. Где они там бегают? Соскользнул, да? Все. Все. Надо кровь остановить. Как удачненько, да? И вот, что делать? И вот, что делать? Часто бывает в санатории вот такая ерунда. Дойду я без камеры до Лехи, там и продолжим. Вот. Почти я уже добрался, да? Значит... Эх, мне тоже уже Хабар пошел. Не так. Чуть-чуть мне по башке дало. Но... Видите, да? Вот. Но благо, что... Развел костер... Месье Чучело. Вот. Кстати, давайте с ним торганем. Благо денег есть. Судьба... Нет, судьбы точно никуда не скроешься, что она родила. Ух. 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 Ну, здорова, Алексей. Вылазь. Ух. 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 Почему торгтит? Непонятно. Ух. 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 Смотри, что у меня есть, Леха. Ух. Ух. Монолитовский костюм мне как бы без нужды, мне и мой неплохо служит. Какой-нибудь из браунингов может оставить себе, игроча какого-нибудь для коллекции. Так, сделаем антирадов у него возьмем. Аптечки в принципе нам не надо, все, будь здоров. Так, что у нас по деньгам? Ну, более-менее арты можно снимать. Короче говоря, за кадром возвращаюсь я в деревню, там и продолжим. Итак, мы снова у Сидоровича, да? Ну, давайте с ним как следует пообщаемся. Огнемет получили хорошо. Значит, ну, все равно пару дней этого парня не будет. Так, поэтому в принципе посмотрим, что можно сделать. Ну, вот, ну, здесь мы уже все закончили. Здесь мы все закончили. Двигаем в сторону. Куда же двигать-то? Наверное, в сторону бара пойдем. Вот, там и продолжим. Или как тут лучше? Да, наверное, в сторону бара. К тому времени я сориентируюсь. Потому что, ну, сейчас объективно на кордоне делать нечего. Вот, потому что Кузнецов пока еще находится в темной долине. Когда он вернется, тогда уже с ним можно там какие-то дела крутить, мутить. Вот, а пока, наверное, двинем в бар. Может быть, возьмем одну из винтовок и где-нибудь на Дикой там поохотимся. Как-то так. Все. До встречи на баре. Так, мы с вами в баре. Ну, давайте с барменом потолкуем, да? Итак, что нам? Да, вот она работа. Значит, ему нужно время на то, чтобы врубиться в суть того, чего я ему там надавал, да? Ну, вот. Ну, а мы пока погуляем, расслабимся, как нам и советуют. Что тут у него можно прикупить? В принципе, больше нам ничего не надо. Значит, смотрите. Взял я вот эту вот дуру, да? Для теста. Сейчас он там подумает час или сколько ему понадобится. Вот так она выглядит. Вот такая у нее иконка. То есть, ну, тоже зачетная, на мой взгляд. Ствол всеядный. Набрал я уже, как дурень фантиков, боеприпасов. Вот. Поэтому, как только поступит команда канарейка, да, о том, что, ну, скажут нам, что делать дальше. Вот. Пойдем мы на дикую территорию, будем тестить этот ствол. Ну, а до той поры, что тут можно еще предпринять? Вот, дети, попробовать, что ли. В общем, пока ждем, ждем за кадром. Вот. А потом уже продолжим запись и рванем на охоту. Пока я тут дожидался бармена, да, случился выброс. И вот, обратите внимание, какая штука произошла интересная. Сгорел мой ПДА. Ну, давайте его чинить. Значит, можно взять новый, либо сохранить записи и старый воскресить. Я, конечно же, возьму старый воскрешать. Через час все будет готово. То есть, он на все про все не день, как раньше берет, да, а час. Час это, в принципе, приемлемо. Вот. Поэтому, пойдем пока отдохнем. Будем дожидаться, когда нас там позовет дядя бармен, да. Ну, плохо, что. Сгорели все бабки, да. Ну, с другой стороны, ничего страшного. У меня, как бы, запас всяких разных цацок есть. Ну, вот. Если что, можно и продать. Вот. Хотя, такого намерения у меня нет. Вот. Еще на коллаж повесил, помимо всего прочего, под ствол. Да. А, значит, как это выглядит, если его вот одеть, побежать. То есть, ну, видно, что он с ним бегает. Вот. Потому что, ну, слышал я такое, что, там, без подстволов что-то бегает. Ну, может, на некоторых моделях действительно без подстволов бегает. Ну, мы это все вычистим. Я думаю, что мы это почистим. Так, надо от радиации подлечиться, потому что припекло. То есть, в принципе, просит он по-божески за ремонт ПДА, да. Он просит не как раньше рубин, да. Который стоит, там, ну, очень дорого. Он просит капсулу. В принципе, капсулы это что? Это артефакт третьего уровня. Любой сварить, он будет в капсуле. И этого достаточно для того, чтобы рассчитаться за полный ремонт. Но мы еще этот момент посмотрим. Именно, что он там починит, да. Что будет в ПДА. Посмотрим записи, чтоб всего там хватило. Так, эту можно снять. Ну, чуть-чуть осталось подлечиться и все. Вот этот тоже артефакт. Не стоит его недооценивать. Даже если он там на радиацию, да. Но зато телепатия дает 50. То есть, вот против контролера, допустим, выходить. Против, там, телепортами пользоваться. Это очень хороший артефакт. Не стоит его свойства недооценивать. Вот. То есть, вещь такая, на мой взгляд, полезная. Там уже темнеет, да. Темно. И вам будет плохо видно. Вот этот вот мега ствол. Поэтому мы, наверное, ну вот так сделаем посветлее. Чтобы вот хорошо было видно. Вот. Вот. Но ствол действительно, ну как по мне, очень симпатичный. Сделан качественно. Сделан качественно. Надеюсь, что он и по боевым характеристикам тоже будет не хуже других образцов. Набрал я патронов. Вот. Целый сундук. Целый сундук. Он разных. Постреляем со всего в охоту, я думаю. Еще интересный такой момент. Вот. Когда случился выброс, вот эти ребята пошли в сторону свалки. Не у Меха. Кто еще? Шустрый. Ну, вот эти вот ребята. И застал их выброс, побежали они в бар. Половина из них легло под ранками по дороге. Поэтому я ходил с аптечками и их воскрешал. То есть, вот этот момент надо учитывать. Они ходят дежурить туда, подальше, в сторону свалки. И если пережидаете выброс на баре, и они находятся там, ну с какой-то долей вероятности они свалятся с ног. То есть, нужна им будет помощь. Понятно, что если вы их бросите на локацию и уйдете, да? Скорее всего им будут кранты. То есть, когда вы придете, уже просто получите сообщение о том, что такой-то, такой-то там персонаж свалился замертво. Значит, бармен вот тянет резину, а у меня уже фантазия заканчивается, чего вам рассказывать. Значит, иконку я вам показал, да? Если вот в рюкзак сложить, ну вот так она выглядит, то есть, похоже. Вот, а на этот мы напялили под ствол. Вот, попробуем тоже гранатками этими покидаться. Сейчас пока проверим, чтобы, ну всем тут было хорошо, чтобы никто не упал замертво. Все-таки выброс, штука серьезная. Относиться надо серьезно. Я просто вот, ну, есть у меня такая слабость, да? Я стараюсь, чтоб НПС жили как можно дольше. Так, ну все. Короче говоря, тусуемся здесь. Может, я еще прилягу там на полчасика по кемарю, да? С таким расчетом, чтобы получить это сообщение от бармена, ну и забрать свой ПДА. Итак, мы снова в баре. На часах уже в ПДА не могу посмотреть. Смотрю здесь, да? Такие прозрачные модные часы. 10 часов. Давайте трясти вот этого парня на инфу. Хотя, пускай он подождет. Тебя сюда нельзя. Благо, что антирадов у нас хватает. Вернем свой ПДА и потом будем разговаривать про всякие новые штуки. Лучше без ПДА диалоги не строить. Все, починили ПДА. Давайте в этом убедимся. Снова появились часы, данные, рецепты. Ну, что там еще у нас. Разведанные пути. Всякие разные, найденная информация. То есть, все вернулось, как и было. ПДА вернулся. Теперь можно уже смело ходить гулять. Ну, посмотрим, когда сгорит в следующий раз. Значит, давайте этого дядьку. Так, в этих документах есть ссылка. Куда? Пора, по праву. Вот про этого полуумного не всегда он появляется в баре. Не появляется, когда бар заполнен. У ПРУТА БАЛАБОЛА можно спросить. Скидывает он мне. Ну, ладно. И на том спасибо. Больше ничего не скажет. Может быть, еще на дорожку с этими поговорим. Не помню, но в один из моментов посылочку Сахарову передают. Может, чуть попозже. Вот, кстати, напялил себе, добавил еще один артефакт. Да, то есть, сетку на три артефакта сделал. На всякий случай. Все. Здесь все. Давайте с зубом еще поговорим. Со всеми поговорим, с кем можно на дорожку. Моя информация может тебе пригодиться. Все. Значит, здесь точно все. Можно вот этого еще допросить. И вроде все. Давайте батарею скупаем. Так, доки он нам не вернул. Ну, бабки понятно. Ушли в туман. Попробуем. Я просто не знаю точно момент, когда вот с этим прутом, балаболом можно переговорить. То ли сразу, то ли потом. Потому что он дает, рассказывает об альтернативном пути попадения в лабораторию. Икс-16. Вот он тут такой болтливый, да? Эх, промочить бы горло. Со всеми болтает. Молочки в зеленых ныне, как собак развелось. И все выходят краще застали. Пока молчит. Пока молчит. Ну и черт с ним. Что у нас по патронам, по всем делам. В принципе, можно, учитывая то, что мы выспались, да? Направляться в сторону Сахарова. Короче, так мы и сделаем. Встретимся на дикой территории. Забыл еще один момент сделать. Вот прежде, чем мы ушли, да? Лежит же у нас контейнер для Сахарова. Вот так мы его и не занесли. Заодно и занесем. Значит, вот опять надо платить. Это к вопросу о том, ребята, что, ну, видел я сообщение на своем канале, что, а вот у меня Воронин не просит денег, да? За сохранность предметов, там, ну, нычку. За платную нычку. И Стас также. Был такой глюк на каких-то там допотопных версиях. И вполне возможно, что сохраняется он у вас, вот этот статус, да? Оплаченной нычки. Если вы используете сохранки. Вот. И этот статус, он будет неизменным, пока вы не заплатите Стасу или Воронину или кому-нибудь еще. То есть, так оно у вас и будет. Ну, считайте это приятным бонусом. То есть, если начинать игру с начала, да, с ней, этого глюка нет, не будет. И давайте к этой теме больше, пожалуйста, не возвращаться. То есть, ну, о проблеме мы слышали, знаем, мы ее починили и все, едем дальше. Значит, так, ну, на пару дней возьмем. На пару дней возьмем. Что тут у нас есть? А какой из них какой? Кажись, вот этот. Нет, не этот. Значит, 14300 он весит. Там еще у меня одна капсула заныкана. То есть, вот с того схрона, который я в темной долине распотрошил, да, я эти капсулы берегу. Как раз вот на такой случай, когда ПДА может сломаться. Так, проверяем наш сундук. Блин, что-то я не должен открываться. Вот так. Вот так, наверное, правильно. Но на всякий проверим, чтобы зазря не переть. Да, не открывается. Все нормально. Взяли документы. Пойдем с небольшим перевесом. Ну, все. Здравствуй, дикая, да. Здравствуй, дикая территория. Итак, мы на дикой территории. Темно. Поэтому, да. Бум. Будут сверчки. Одолевать. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. То есть, такое несовпадение. Потому что, ну, понятно, что по фэншую это должен быть, а темень. О! Собака. Аномалии. В принципе, фонарик нам нафиг не нужен. О! О! Сколько. Бум! Бум. 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 Ну, их тут уже побольше должно быть. Бум. Бум. Я имею ввиду, собачек. Бум Один раз промазал Было дело Эх Опять промазал В принципе хвосты мне их не так Поскольку Вот ночь знаете чем хороша Чем она мне нравится Хоть противников и плохо видно Но артефакты хорошо видно А днем Попробуй ты их найти Не понял Что это за подтупливание было С перепугу то По собаке А почему так Непонятно Чего это тут коты разлеглись Странно Очень странно Не должны были так лежать Не должны Не должны Вот обратите внимание Ящик металлический лежит В принципе его раздолбать можно И там даже с какой-то долей вероятностью Может химия попасться Новые вот эти вот бочки Ящики и прочее Дребедень Немножко мы Старые Бочки разбавили Давайте глянем Сколько мы там выстрелили Как оно по износу Ну пока держится Пока держится Кодей Кстати вот слышал о проблеме Но пока еще не сталкивался С проблемой о том Что скотов мало падает Хвостов Значит мы это дело проверим Вот видите Только мы тут собак зачистили Уже опять идут Давайте по ним Откидывает Вот мощь Да Промазал Непонятно Непонятно Почему С котами Мне с теми Непонятно О Севна попалась И кажись я ей В плечи дал Ах уж зараза Можно вообще сделать хитро Давайте так и сделаем Есть тут Вот такое место Волшебное Подождем здесь Тогда и стрелять не надо будет Давайте Бегите сюда Вот обратите внимание Какой зверинец Ну Давайте Не хотят А Хотят Хотят Нормально Пошла Мозора Ну конечно Нам по мозгам Тоже дадут Да Ай-яй-яй Субтитры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты будешь делать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов. Все, стволы забрали. Пошли смотреть. Что с нашим оружием? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Целый. Ну, не очень целый. Стечки нам придется чинить, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, вот, ну, может, и не стоило, да, сюда лезть. Я имею в виду загонять в западню вот этих вот всех несчастных зверей. Но, с другой стороны, иногда же хочется, знаете, порезвиться и вам показать, что значит, когда приходят звери, когда их много. Вот обратите внимание, что костюм у меня не самый последний. То есть, он на ПСИ, можно было, конечно, еще пиццу сверху повесить. Тогда было бы более-менее классно. В более слабом костюме меня бы просто-напросто зажарили нафиг. Вот. То есть, лучше, конечно, было сверхотуры там поливать. Ну, да бог с ним. Восстановим зрение и продолжим. Ну, что, двигаем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот эта пушечка, конечно, нам послужит. Вопросов нет. Я даже не сомневаюсь. Ох, пушечка, пиздец. Отвык здесь ходить. Так. Костюмчик целый. Все нормально. Идем дальше. Ищем, да, на свой зад приключений. То, что они на нас напали, ну, в общем-то, и хорошо. Полевые испытания. Пушки. Сейчас бы еще какого-нибудь кровососа найти. И валить ему. Выстрелы послышалось. Кстати, тут же вот этот парень сидит. Кочерга. Ну, давайте к нему сходим. В гости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... грудь и в пах о как неплохо довольно комично получается как они улетают сейчас перекусим бандитов вроде нет тут зверей нету все значит порядок но собак я слышу где-то еще бегают бегают собачки я хотел перекусить уже бегут уж не по мою ли душу ладно не будем отвлекаться пока вот эти вот черти живые сходим к ним забыл я что я сгруженный но тарахтелка вот это просто бесит меня если честно надо включить фонарик а фонарик как раз уже разрядился так зараза Продолжение следует... Вот они красавцы. Продолжение следует... Больше здесь делать нечего. Раз так, валим отсюда. Продолжение следует... Я думаю, что... Больше тут каких-то таких ярких моментов впечатлений не будет. Поэтому давайте встретимся уже у Сахарова. Ну, пришли мы, да, на янтарь. Видим, что тут такая, знаете... Не очень много тут зверей. Но иногда покусывают. Слушайте, ну ствол грозный, да? Так, объективно. Как бабахнет. Мне кажется, у остальных там зверей аж в ушах закладывает. Можно будет что-нибудь другое еще попробовать надеть. Я имею в виду оружие. Чувствую, будут кричать любители этого дела. Имбо-ствол. Имбо-ствол этот будет продаваться у Сахарова. По-моему, это Сахаровский ствол. Сейчас мы в этом увидимся. Что-то стрескать такого. Кстати, обратите внимание, сколько я эту слизь уже таскаю, да? То есть ей уже лет, по нашим меркам, черт знает сколько. И вот она живая, ничего с ней не сделалось. Это вот к вопросу, возвращаясь, об износе. Износе артефактов. Вы должны понимать, что чем выше уровень артефакта, тем он износостойчивее. Так, ну этих парней мы не будем трогать. Да-да? Давай-давай, открывай. В принципе, вот эти вот наушники, да, и такие сверху штуки на маске, не сильно они заграждают. Обзор. Удобная вещь. Давай, здорово. Оп. Обзор. Удобная вещь. Субтитры делал DimaTorzok Хорошо Да, то есть вот она Вепер-молот Такой как у меня И в принципе можно его Это удовольствие будет У меня тут трехи денег есть Но все равно не хватит То есть придется несколько выложить Хороших артефактов, но понятно Что она того стоит То есть видим, что этот ствол Действительно мощный Можно Можно с ним там Сильно ни о чем не переживать Так Ох Ничего ему продавать не будем Пойдем Как раз Померяем Все эти замеры Ночь Лучшее время Для замеров Ну предварительно Сохранимся Давайте Чего уж Заблудился как бы Вот и Действительно Знаете Грозное оружие Выглядит грозно И Соответствует Да А в умелых руках Я думаю Вообще Хорошую службу У нас ослужит Своему хозяину Видел пару роликов Снимает паренек Тоже проходит НЛС Зовут его Володя И довольно четко У него получается Он с норков Гасит Прям там В башню Ровно ложит Вот Конечно Есть там трюк Как им закладывать В башню Вот Но не в этом дело Важно то Что все это происходит В охоту То есть Действительно Видно Что Парень Получает Удовольствие От игры И Это нельзя Подделать Нельзя Как-то так Подхимичить О Поперли Черти Как бы Так стать Чтоб получше Их видно было Кажись Все Отвоевались Соколики Давайте Их шмонать Наверное В этой серии Мы Все замеры Не сделаем Сделаем Только один А первый Потому что Ну уже Поджимает У меня Размер Жесткого Диска Да Просто Она Просто Вся Вот Эта Вот Прелесть Не влезет Так Где-то Тут еще Ходит Парниша Да Посидим В засаде Вот он Идет Положим Его Чтоб он Нам там Сильно Не мешал Давайте Набьем Очередной Раз Разгрузку Может Сейчас Еще Зомбированное Подтянуться Не Вроде Нету Больше Нету И нету Так Вот здесь Видимость Получше Вот еще Один Да Чешет Не получается Одолеть Ну-ка На выдохе Оп Есть Видно Что Моя Манера Я Так Более Расслаблен Вот Потому Что Вот Постоянно Держать Высокий Уровень Концентрации Оно Выматывает Выматывает Конечно У ютуберов Да Есть Желание Показать Отличный Отличный Результат Но Иногда Хочется Просто Кайфануть Пострелять Иногда Промазать Вот Конечно Когда Стреляешь И попадаешь Да Это Радует Это Это Дарит Ощущение Определенно Вот Но Вот Эта Высокая Сосредоточенность Да Она Дорогой Ценой Дается Хочу Чтоб Вы Это Четко Понимали Что Постоянно Быть На Стрёме Это Это Выматывает Ходят Черти Там Давайте Куды Вот Так И Не Видно Вот Как Они Меня Выкупили Ну Подождём Подождём Соберём Их Тут Всех Понятно Что В упор Достаточно Одной Подачи Ну Подождём Чего Сорить Патронами Потом Посмотрим На Износ Зараза Ну Пожалуй И всё Наверно Теперь Пусть Нам Ах Ты ж Ю Я уже Хотел Идти Шмонать Туман Не видно Ничего Ну Подождём Вон Он Идёт Готов Так Пусть Нам Послужит Пицца Вот Скотина Так Пси Не ударила Вроде Попробуй Ты их Тут ещё И найди Ну Я думаю Что Стволы Мы уже Поднимать Не будем То есть Тут Совсем Уже Поскудиться Не будем Я думал Мало Ли Может Какой Нибудь Там ПДА Из них Выпадет Потому Что И Так И Так Возможно Впринципе Всё Что Хотели Сделали Осталось Только Померить Давление Да Ну Вот К слову А Вот Этих Замерах Да Пятно Пятно Для Замера Оно Достаточно Большое Сейчас Мы В этом С вами Убедимся Так Всё Артефакты Можно Снимать Давайте Глянем Если Приблизить Карту Просто Что У меня Колесико Мыши Плохо Работает Ну Сейчас Попробую Плюсы Понажимать Вот Максимально Да Может Ещё Можно Было Если Колесо Вращалось Вот Эта Площадка Она Не Маленькая Просто Нередко Бывает Так Что В радиусе Точки Замера Располагается Кисель Не Не Стоит Отчаиваться Потому Что Всегда Есть Способ Безболезненно Положить Туда Этот Поклятый Прибор Всегда Начался Начался Замер Где Мы Тут Постоим Я Не Знаю В принципе Всё Уже Наверное Всем Вам Известно Хорошо Что Когда Замер Произойдет Соответствующее Сообщение Получим На этом Мы Серию Будем Заканчивать А Начнем Следующую Уже Будем Мерить Вторую Третью Точку Ну И Дальше Разбираться Что И Как И Почему Поэтому На этом Всё Пока Надеюсь Вам Понравился Новый Ствол Сильно Там Не Шумите Про Уберность Я Не Слепой Я Сам Всё Вижу Мне Этот Ствол Нравится Он Я Думаю Что Он Послужит Причем В Походку И Получите Массу Удовольствия От Его Использования Мира Вам Всем И Всего Самого Лучшего Пока Пока